У 99% целых сгумированных в украинском изюме выявлены признаки насильственной смерти. Об этом заявили местные власти. На полях саммита ШОС лидеры Индии и Турции, обращаясь к президенту РФ, призвали к скорейшему прекращению войны в Украине. Власти Германии взяли под контроль государство, принадлежащее компании Роснефть Дойчланд, доли в трех немецких нефтеперерабатывающих заводах. Организаторы Европрайда в Белграде не сдаются. Петицию разрешить парад ЛГБТ подписали почти 30 тысяч человек. Да, они тратят на уборку окорков с улиц почти 5 миллионов евро в год. С января табачные компании будут обязаны компенсировать странам ЕС часть затрат. У 99% целых сгумированных в пятницу в украинском изюме выявлены признаки насильственной смерти. Об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Сенегубов. На экране изюма, недавно освобожденного ВСУ от российской оккупации, было найдено около 450 могил. По данным украинских властей, на отвоеванных территориях Харьковской области, обнаружено не менее 10 мест, где российские военные пытали украинцев. Среди неопознанных трупов и военные, и мирные жители. Вот там похоронена семья с маленьким ребенком. Они были убиты. Есть свидетели из соседнего дома. Они видели, что произошло, и похоронили этих людей здесь с их полными именами. Президент Украины заявил, что Россия оставляет после себя только смерть и страдания. ООН намерено направить в изюм миссию для расследования. Российские политики в их числе глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слотский назвали заявление Киева о массовых захоронениях в изюме провокацией. Тем временем в Минобороны России утверждают, что вооруженные силы РФ продолжают планомерно уничтожать объекты противника. В Москве обвиняют Киев в нападении на промосковских чиновников. Несколько ракет попали в здание пророссийской администрации Херсонской области. В самопровозглашенный ЛНР при взрыве в Луганске погиб пророссийский прокурор и его заместитель. В оккупированном Бердянске убиты назначенные Россией замглавы ЖКХ и его супруга. В изюме, Купинске и других освобожденных населенных пунктах Украины практически полностью разрушена инфраструктура. Зима не за горами и это беспокоит местных жителей. Спустя почти 7 месяцев российского вторжения в Украину, такие страны как Китай, Индия и Турция не спешат выразить поддержку Москве. На полях саммита ШОС в Самарканде президент РФ Владимир Путин провел переговоры с лидерами стран-участниц. В ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди президент РФ выступил с утверждением, что отказ Киева от переговоров препятствует завершению войны. Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине. Я знаю, что сегодняшняя эпоха это не эпоха войн. Я говорил с вами по телефону о том, что демократия, дипломатия и диалог имеют влияние в сегодняшнем мире. Перед началом переговоров с Путиным президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган призвал к скорейшему прекращению войны в Украине дипломатическим путем. Госсекретарь США Энтони Блинкин выразил уверенность, что сдержанность Пекина и Дели свидетельствует о росте давления на Россию с тем, чтобы прекратить войну в Украине. Власти Германии берут под контроль государства, принадлежащие компании Роснефть Дойчланд, доли в трех немецких нефтеперерабатывающих заводах, в их числе и предприятия в Швейте. Пока собственность Роснефти не экспроприирована, а отдана на полгода в доверительное управление федеральному сетевому агентству. Сейчас важно сделать все, чтобы обеспечить функционирование энергоснабжения Германии. И это касается также переработки сыруй нефти. Важно то, что этим нашим решением площадка в Швейте будет защищена. Я хотел бы это сказать особенно работникам НПЗ и их семьям, и конечно же городу и области. В Швеции трудятся 1200 рабочих. Они и их семьи могут вздохнуть с облегчением. НПЗ предстоит перерабатывать нефть от других поставщиков. В то же время Шольц и министр экономики Роберт Хабек говорили о планах на будущее без нефти. По словам Хабека, на инфраструктурные преобразования в регионе и постепенное перепрофилирование НПЗ будет выделен миллиард евро, чтобы в будущем регион стал процветающим. Власти ФРГ должны были принять мир в отношении НПЗ в Швейте. С 1 января следующего года вступает в силу эмбарго ЕС на российскую нефть. Заводу, перерабатывающему сырье из России, грозила бы полная остановка. Также сообщается, что под контроль государства перешло долевое участие Ростнефт Дойчленд в нефтеперерабатывающих заводах в Карлсруе, земля Баден-Вюртенберг и Фобурге в Баварии. Организаторы Европрайда в Белграде призывают сербские власти разрешить проведение парада, намеченного на субботу, по новому сокращенному маршруту. Такую петицию в адрес правительства подписали почти 30 тысяч человек. Шествие представителей ЛГБТ-сообщества в рамках Европрайда-22 власти Сербии запретили за две недели до его начала и подтвердили запрет несколько дней назад. Мы пытались со своей стороны сделать хоть что-то. У нас есть красная черта, которая заключается в том, что нельзя не провести парад. Это очень важно для нас. Мы обсудили с властями различные варианты, но никакого соглашения достичь не удалось. Более 29 тысяч человек из 123 стран мира продемонстрировали солидарность с сообществом ЛГБТ-плюс в Белграде, подписав петицию, которую мы только что передали. За два десятка лет в Белграде состоялось несколько парадов, но в ряде случаев они заканчивались столкновениями с защитниками семейных ценностей. В сербском руководстве заявили, что запретили шествие в этом году именно из соображений безопасности. И подчеркнули, что по той же причине запретили намеченный на тот же день марш антиглобалистов. Европейская комиссия намерена обеспечить плюрализм и независимость средств массовой информации в ЕС. Брюссель подготовил и представил в пятницу акт о свободе СМИ, призванный покончить с политическим вмешательством в работу журналистов. В интервью корреспонденту Евроньюз Шандару Жирышу, вице-председатель Еврокомиссии, отвечающая за гласность, признала недостатки в этой сфере. Нам нужны юридически обязывающие правила для лучшей защиты средств массовой информации в Европе, потому что мы наблюдаем негативную тенденцию почти во всех странах-членах, сказала Вера Йоурова. Есть общеевропейская проблема политического давления на СМИ, которые испытывают экономические трудности. Есть проблемы в секторе государственных медиа. Нет достаточной прозрачности в вопросе о собственности СМИ и рекламе за государственные деньги. Предложения Брюсселя включают гарантии редакционной независимости государственных СМИ от национальных правительств. Еврокомиссия также настаивает на том, чтобы слежка за журналистами с помощью шпионских программ могла использоваться только по решению суда. Она также пытается ввести ограничения на медиа-конгломераты, принадлежность которых не всегда ясна. Защищать редакторов и редакции, защищать журналистов, не допускать конфликта интересов, а четко определять, кто и зачем владеет данным органом прессы. Вот наши задачи, сказал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Эта прозрачность абсолютно необходима, потому что информация не является таким же товаром, как любой другой товар. По данным организации «Репортеры без границ», некоторые правительства Евросоюза ужесточили и без того драконовские законы о деятельности СМИ. Особенно в Словении, Польше, Венгрии и Греции имели место убийства журналистов в Греции, Нидерландах, Мальтии и Словакии. Ожидается, что при обсуждении и утверждении акта о свободе СМИ будет много возражений со стороны стран-членов. Окурки – самый распространенный тип отходов в мире. По данным ВОЗ, каждый год в природе оказывается не менее 4,5 триллионов фильтров выкуренных сигарет. Только Дания тратит на уборку окурков с улиц около 32 миллионов датских крон в год, то есть почти 5 миллионов евро. Это большая проблема, потому что они валяются везде. Все это выглядит не очень красиво. Это выглядит просто отвратительно. К тому же они остаются в земле на сотни лет. Начиная с января, ведущие бизнес в Евросоюзе табачные компании будут обязаны частично компенсировать расходы властей на уборку улиц, транспортировку и утилизацию окурков. Если почитать весь мусор, который мы находим в природе, окажется, что окурков там больше всего. Они загрязняют окружающую среду, так как сделаны из пластика. Табачная индустрия должна взять на себя ответственность. Сами производители табачных изделий инициативу поддержали. Думаю, совершенно честно, что мы, как производители этой продукции, должны разделить ответственность. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, в сигаретах найдено более 7 тысяч токсичных химических веществ, включая микропластик. Всего лишь один окурок может загрязнить от 100 до 1000 литров воды. По подсчетам экологов, 15% всех изготовленных сигарет попадают в мировой океан.